В рамках рабочей поездки в город Спутник Михаил Игнатьев побеседовал за круглым столом с журналистами. Инициатором встречи стала редакция Новочебоксарской газеты «Грани». За круглым столом говорили о благоустройстве города Спутника, проблеме так называемых разливаек, строительстве новых микрорайонов, развитии химпрома и потенциальном объединении Новочебоксарска со столицей Чувашия. Глава республики отметил, что с развитием микрорайонов города Спутника и нового города территории муниципалитетов станут ближе. Но окончательное слово за жителями. Если появится необходимость в референдуме, то он будет проведен. Обсудили и возможность строительства школы. Новое учебное заведение, отметил глава региона, в Новочебоксарске будет возведено не позднее 2021 года. По просьбе читателей, журналисты, газеты поинтересовались, когда начнут перечислять приостановленные выплаты ветеранам труда. С учетом того, что с 1 января текущего года мы ввели принцип нуждаемости и адресности доходу у работающих ветеранов, стали выше. Тем самым с базы данных они выпали. Их составляет от 100% 15%, 85% те, которые получали в 2015 году, они все получают. 15% льготников – это те, которые на самом деле работают, вы владеете ситуацией. Когда они прекращают трудовую деятельность, в нашей базе данных, в нашей программе они сразу будут восстанавливаться. Михаилу Игнатьеву задавали и личные вопросы. Пишущую братью интересовало, откуда глава республики черпает силы, совершая постоянные рабочие поездки по муниципалитетам. Лидер региона отметил, что ему помогает спорт и пригласил журналистов встретиться с ним в спортивном зале.